Всем добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Возвращаемся после праздников в прямой эфир с прошедшим Днём России. Это КФУ Live. Продолжаем мы серию прямых эфиров, посвященной приёмной компании в Казанской Федеральной Университете 2023 года. Сегодня у нас в гостях Институт вычислительной математики и информационных технологий. Долго времени тянем, сразу же переходим к спикерам. Это директор Института Дмитрий Евгеньевич Чиклин. Добрый день. С прошедшим. Спасибо вас тоже. А также первый заместитель директора Института Антон Александрович Егорчев. Антон Александрович, тоже с прошедшим праздником. И большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Всё по традиции. До приёмной компании остаётся всё меньше и меньше времени. Начнём со вступительного слова. Абитуриенты всё больше к нам подключаются. Многие ещё не знают, что такое Институт вычислительной математики. Так что надо познакомить новых наших зрителей с этим прекрасным институтом. Пожалуйста. Давайте, Антон Александрович, сегодня скажет. Да. Всем здравствуйте. Всем, кто сегодня подключился. Я уверен, что это и абитуриенты, и их родители. Институт вычислительной математики и информационных технологий, несмотря на своё название, несмотря на то, что можно найти, что ему 10 лет, то есть нет нам не 10 лет, мы крупнейший в Татарстане IT-институт, бывший факультет ВМК, зародившийся ещё в конце 70-х прошлого столетия, даём очень качественное, глубокое образование, готовим программистов. То есть, думаю, сегодня мы как раз более подробно расскажем. То есть, все те, кто хотят стать именно лучшими, крутыми программистами, всем, соответственно, направление именно к нам. Сразу скажу, что проходные баллы у нас достаточно высокие, учиться у нас сложно, но это оправдываемо тем, каких специалистов мы пускаем, какие потом у них зарплаты, какая у них квалификация. Относительно того, учиться у нас сложно. За время нашей программы в этом сезоне все институты, которые это слышали, такие, в смысле, у нас тоже учиться сложно. И вот начинается это соревнование, где сложнее учиться. Поехали по вопросам. Какой прогноз по абитуриентам планируется в этом году? Может, уже знаете, сколько человек на одно место будут конкурировать? Ну, как мы можем это знать? Знать мы это не можем, но, в принципе, предполагается, что конкурс будет приблизительно сопоставим с прошлым, позапрошлым годом. То есть, в принципе, у нас вот уже два года было порядка 10 тысяч заявлений. Ну, это много, потому что у нас чуть больше 200 мест на бюджет, чуть больше 200 мест на контракт. То есть, ну, в общем-то, ну, это, конечно, конкурс, несколько десятков человек на место на каждую специальность. Среди естественно-научного блока, скажем так, у нас уже два года подряд был самый высокий среди всех естественно-научных факультетов, институтов, прошу прощения. Уже сейчас, даже несмотря на то, что ЕГЭ далеко не все сданы, у нас уже несколько сотен заявлений, хотя основные наши экзамены еще пока не принимаются. Ну, вот, в общем-то, ЕГЭ по информатике классически одним из последних, поэтому, в общем-то, у нас основной поток заявлений начнется, конечно, ближе к концу июня, начало июля. Хорошо. Напомню нашим зрителям то, что вы можете задавать все вопросы в прямом эфире. Самые интересные из них, самые душотрепещущие мы обязательно зададим. Идем дальше. Есть ли изменения в ходе приемной кампании? Да, по сравнению с предыдущими годами изменения в приемной кампании есть. То есть, вся информация, она на сайте ВУЗа, но по-прежнему абитуриенты могут подавать заявление либо через сайт КФУ, либо через портал госуслуг. Опять же, я правильно сказал, либо-либо. То есть, ни в коем случае не нужно залезать на оба канала и оттуда, соответственно, подавать заявление. Так, скажем так, так плохо работает. То есть, так не сработает. То есть, если начали подавать, соответственно, заявление с госуслуг, подаете, соответственно, до конца с госуслуг. Они, естественно, придут, они, естественно, поступят. Дело в том, что если вы будете подавать на обоих платформах, высокая вероятность опечатки, либо подачи каких-то противоречивых сведений, ну, в общем-то, достаточно часто бывает, люди особенно... Да, то есть я поясню, абитуриенты часто думают, что надо и там, и там, например, подать. Вот в прошлые годы такое было. Подают и там, и там одни и те же заявления. Причем в одном случае внесли ошибку, в другом случае не внесли ошибку. Такое заявление, естественно, техсекретарь отправляет обратно на проверку, и абитуриент пока висит в подвешенном состоянии. Так вот, чтобы не быть в подвешенном состоянии, не стоит подавать одни и те же заявления на обоих порталах, потому что это никакого смысла не имеет. Это только приведет к рассинхронизации и к тому, что еще и абитуриенты после этого не читают уведомления. Они думают, я подался во всех местах, и сейчас у меня все пройдет. Нет, наоборот, ему нужно заходить в кабинет. То есть, пожалуйста, заходите в кабинеты, проверяйте то, что вы подали заявление. Это не значит, что оно еще прошло. Его проверяют техсекретари на корректность, на то, что у вас правильно, адекватно загружены документы. Не нужно, пожалуйста, прикреплять фотографии документов. Нужно лучше делать сканированные документы. Иногда бывают кривые косые фотографии недостаточного качества, такие, что просто документы отклоняются. То есть, здесь нужно за этим следить. Прием документов у нас начинается для бюджетного контрактного отделения для граждан РФ и иностранцев с 20 июня. То есть, начнется проверка техсекретарями, начнется основной вал. И до 24-25 июля ни в коем случае не нужно ждать последних дней, чтобы подавать, потому что время на проверку все равно есть. То есть, это не так, что вы подали, и заявление лежит. Нет, то есть, вы подали, а может быть, там что-то, опять же, некорректно. То есть, все нужно вовремя смотреть. Вы в любом случае себя сразу же увидите в рейтингах, то есть, и сможете себя оценить. Но, опять же, нужно учитывать, что люди, бывает, подаются в разные университеты, разные институты, не нужно сразу там видеть, что я там на сотом месте, значит, я точно не пройду. Конечно, люди подаются в несколько университетов, и нужно просто следить за тем, куда вы подаетесь. Какие изменения в этом году? Еще. Значит, до... Перед тем, как новым изменим, пройдем, проговорим еще раз четко, потому что два месяца звучат одинаково, еще и не рядом, с 20 июня до 25 июля. Июля. Один месяц, получается. То есть, один месяц, да. То есть, один месяц на подачу. Желательно, конечно, до 20 июля все подать. Как только получаете ЕГЭ по информатике, у кого четвертого, у кого пятого, у кого шестого в этом году приедут результаты, сразу, соответственно, подаетесь. У кого физика, тоже сразу подаетесь. Можно, на самом деле, подавать сразу, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты ЕГЭ подгрузятся автоматически. По изменениям, в принципе, вот так же получается пять заявлений на незаявлений. Вы выбираете пять направлений на бюджет, пять направлений на контракт. Заявление у вас получается одно в ВУЗ. То есть, это одно, точнее, два заявления. Одно на бюджет, одно на контракт. И в этом заявлении у вас, вы выбираете пять направлений. То есть, если в прошлые годы это были именно разные заявления, то сейчас это одно заявление, в котором просто указываются разные направления. Также вы в этом году, как и есть изменения, указываете свой приоритет поступления. Тот приоритет, который вы указали выше, тот и будет являться вашим приоритетом для поступления. Если вы хотите к нам поступить, соответственно, указывайте приоритет первый. Если вы указываете пятый приоритет, то в первую очередь пройдут люди, которые указали первый приоритет. То есть, скажем так, алгоритмы работы системы, они будут такие, какие вы приоритеты указали, туда, соответственно, и пройдете, если по баллам вам допустимо. То есть твердо и четко. Я даже скажу более того. С учетом того, какой у нас конкурс, с учетом того, что приоритетно будут рассматриваться, прошу прощения за тавтологию, заявления с первым приоритетом, абсолютно очевидно, что если вы ставите приоритет не первый на наше направление, вы абсолютно очевидно к нам не проходите. Поэтому смотрите сами. То есть твердо и четко выбираем сначала платформу, через которую мы подаем, и затем твердо и четко мы рассматриваем приоритеты. Выбираем первый приоритет или даже смысла к нам нет, особенно, что называется, слайд заявления, вы все равно не пройдете. У нас слишком большой конкурс. Категорично. Ну, что ж поделать. Ну, правильно. Двигаемся дальше. Дальше. Какие возможности есть у студентов в институте помимо учебы? Я, наверное, скажу. Смотрите, да. У нас, слава богу, уже третий год подряд идет непрерывный рост, очень существенный, в рейтингах как раз по, ну, и в международных, и в российских рейтингах, по научной и проектной деятельности. Вообще, Казанский федеральный университет в области решения цифровизации всегда был достаточно силен. Мы достаточно давно, порядка 10 лет, занимаемся разворачиванием различных лабораторий по проектной деятельности. Это практически все, начиная от веб-дизайна и заканчивая проектированием мобильных приложений, роботов и беспилотников различного назначения. Но сейчас, вот мы уже второй год подряд, принципиальное внимание уделяем именно, ну, как это, не активностям, а научно-исследовательской работе студентов. Но, знаете, не в формате там кружков, что люди что-то поделают. Дело в том, что мы сейчас, в принципе, находимся на границе очередного перелома в области IT, технологии, искусственного интеллекта, всего, что с этим связано. Условно говоря, те же самые нейросетевые технологии, они в очередной раз подходят, что называется, к своим возможным границам использования. Я не буду сейчас это совсем детально рассказывать, я могу очень долго по этой теме говорить. Но альтернативные нейросетям технологии, они сейчас способны к исследованиям малыми научными группами. То есть, условно говоря, 3, 4, 5 человек, причем которые, что называется, недавно только вышли на тропу занятий исследовательской деятельностью. И, собственно говоря, такие группы сейчас в различных направлениях, начиная от генетических алгоритмов, заканчивая эволюционирующим аппаратным изучением квантными вычислениями, мы формируем. Для тех, кто считает, что это глупость, и студенты не могут добиться существенных результатов, я тогда напомню, ну, собственно говоря, я думаю, мало даже кто из слушателей сейчас об этом знает, я тогда об этом скажу. Что вообще вся история с современными ЧАД-ГПТ, другими генеративными искусственными интеллектами и прочими нейросетями началась всего-навсего в 2012 году, после практически 20-летнего забвения, когда два аспиранта Джеффа Хинчина выиграли конкурс по распознаванию изображений при помощи сверточных нейронных сетей. Вот именно после этого, именно после того, как два конкретно аспиранта выиграли конкурс, началась та история, которую мы сейчас, что называется, наблюдаем во всем мире. Поэтому, если вы попадаете к нам, вы можете заниматься как проектами, но также можете заниматься и научной деятельностью. Поверьте, ученые в современном мире не менее цены и не менее важны, и не меньше получают, чем специалисты в области индустриального проектирования. Антон Александрович, можете сейчас также рассказать по поводу внеучебных наших активностей. У нас есть целая даже большая площадка, но я, наверное, слово сейчас передам ему. Да, да, то есть студенты, соответственно, в свободное время кто-то предпочитает действительно заниматься проектами, наукой, это очень интересно. Кто-то, соответственно, да это и те же самые студенты могут быть, занимаются и спортом, то есть у нас по всем направлениям есть команда, то есть все те, кто занимаются баскетболом, волейболом, другими видами спорта. Кроме этого, у нас есть и интеллектуальное развлечение, то есть уже не первый год функционирует центр имени Карпова, где у нас проходят занятия по шахматам, шашкам, го, то есть у нас профессиональные преподаватели, титулованные. У нас проходят турниры, чемпионаты, то есть туда студенты идут, с удовольствием занимаются, с удовольствием играют, сами же и организовывают, тоже бывают, чемпионаты свои внутренние. То есть ИВМИД вообще всегда был достаточно активным институтом в области развлечений, то есть у нас как учатся, так и отдыхают, то есть не нужно думать, что постоянно будете учиться, нет, успевают все. Можно я добавлю здесь? Я директор института, у меня большая нагрузка, я докторскую защитил в прошлом году. Тем не менее, слава тебе, Господи, я уже последние лет 20 являюсь прогеймером по ряду дисциплин, прежде всего по шаговым стратегиям и ролевым играм, и являюсь действующим мастером, это называется Dungeons & Dragons, это те игры, в которые в Strange Things играли, если вы этот сериал смотрели. Также, в общем-то, тот же самый шахматный центр имени Карпова, это именно то наше подразделение, та наша площадка, где именно преподаватели играют вместе с учениками нашими, со студентами, и где мы постоянно проводим мероприятия. Я вообще считаю, что отдых для производительности отдельно взятого человека, значит, никак не меньше, чем какие-то нагрузки, и лучше, что называется, работать быстро и эффективно, чем медленно и выгорая. Поэтому, в общем-то, у нас в университете и у нас в институте как раз вне учебной нагрузки уделяется очень большое внимание. Следующий вопрос. Можно ли посмотреть где-нибудь учебный план программы обучения, количество числов по предметам? Да, конечно, на сайте института есть все учебные планы. Часто абитуриенты приходят, собственно говоря, тоже с вопросами по конкретным предметам. То есть можно прийти, соответственно, у нас Кремлевская 35, мраморный зал. Там у нас находятся не только технические катарии, но и консультации. То есть подходите, соответственно, к нашей стойке консультаций и более подробно про все расскажут. То есть в учебном плане можно посмотреть на каждый год, какие предметы будут. Также можно, соответственно, обратиться к нам в директора. То есть у нас есть номер телефона специальный, он же есть на сайте. Пишите в WhatsApp, Telegram, вам отошлют буклет, где расписаны не только какие предметы будут, но и какую квалификацию на каждом направлении получает в итоге студент, с какими партнерами каждый кафедр работает, с какими производственными площадками можно будет, соответственно, куда можно будет устроиться. Есть ли возможность трудоустройства на кафедре или где-нибудь еще, начиная с третьего курса? Да, разумеется. Причем как по проектному треку, так и по научному. Где и как будет происходить практика и есть ли она вообще? Ну, вообще, если вы хотите у нас работать, либо с нами сотрудничать, практика проходит непосредственно на базе наших лабораторий. В том случае, если вы не хотите именно связывать каким-то образом свою проектную деятельность именно с университетом, вы вольны выбирать широкого списка наших индустриальных партнеров, у нас их несколько десятков, в этом случае практика проходит у них. Ну и финальный вопрос. Какие дальнейшие перспективы выпускников? В бизнес-онлайн, по-моему, вышел репортаж, да? Вот последний о уровне заработных плат наших студентов. Нет, я не помню, я боюсь соврать сейчас. Ну, в общем, короче говоря, по результатам исследований рынка заработных плат, заработные платы наших выпускников, не троечников, медианной заработной платы находятся на уровне 150-180 тысяч рублей через один год после выпуска. Это большая сумма. Еще раз повторюсь, нет рочников. То есть, если вы, что называется, будете учиться плохо, меня здесь не интересуют такие предметы, как русский язык, и даже меньше не интересуют такие предметы, как философия, хотя они, безусловно, важны. И мы сейчас говорим исключительно о предметных дисциплинах, да? В этом случае, конечно, вы можете рассчитывать на прекрасное трудоустройство. Наш специалист очень востребован сейчас. Вопрос прилетает к нам в трансляцию. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие льготы при поступлении у инвалидов? Список льгот нужно смотреть на сайте университета, то есть даже не института университета, то есть общий список льгот каждый год обновляется, то есть нужно смотреть правила этого года. Причем сейчас уже можно смотреть, то есть если раньше даже в апреле, в мае на подобные вопросы отвечали, то что, то есть следите за новостями, сейчас июнь, сейчас уже, соответственно, актуальные данные есть. Хорошо. Что ж, все вопросы у нас подошли к концу. Большое спасибо, что смогли на них ответить. Пару минут еще есть. На что, может быть, есть у вас какие-то замечания, чтобы обратили внимание абитуриенты перед подачей заявлений, потому что осталась ровно неделя? Я могу порекомендовать во время экзаменов, прежде всего, по информатике. Мы столкнулись с тем, ну, во-первых, экзамен по информатике в этом году существенно отличается от предыдущих годов, и мы столкнулись с тем, что большое количество ошибок по тестовым заданиям в этом году идет из-за невнимательности. Задание не столько сложное, сколько на многие из них идет временной предел. Пожалуйста, не торопитесь, когда вводите ответы. То есть, чуть ли не треть ошибок возникает итоговых, когда вы просто неправильно вводите ответ, который вы правильно посчитали. Чрезвычайно внимательно относитесь к тому, что вы пишете. Антон Александрович? Да, и здесь я же, пожалуй, дополню, еще раз сделаем упор на то, что поступая к нам, то есть вы действительно имеете возможность трудоустроиться с третьего курса, то есть вы будете заниматься реальными интересными проектами. Мы вот сейчас немного областей перечислили, но областей у нас очень много, то есть это как и прикладное программирование под все платформы, то есть включая мобильную веб-разработку, десктопную разработку под любые устройства, так и работа вот по научной деятельности, то есть математике программиста, все те, кому интересно заниматься алгоритмами, беспилотниками, машинным зрением, машинным обучением, это все у нас есть. Также, соответственно, и все, что связано с низким уровнем. Кому интересно всегда было поработать с платами, что-то руками собрать, запрограммировать эти платы. То есть мы действительно очень большой институт, мы покрываем вот эти все направления. Независимо от того даже, на какую кафедру, на какое направление вы поступаете, всегда можно будет ко мне лично подойти, рассказать о том, что вам интересно, чтобы я направил в конкретную лабораторию. То есть чем человек интересно, тем он и будет заниматься. То есть к нему будут приставлены не просто преподаватели, к нему будут приставлены программисты, которые реально работают над реальными проектами. И вот, соответственно, под их руководством студент будет расти, пока не дорастет, до программиста, который очень востребован на рынке. При этом ему еще, надо сказать, зарплата будет платиться за то, что он стажируется. Что ж, благодарю вас за сегодняшний эфир. Надеемся, что абитуренты вас услышали, пересмотрят, если что, эфир, и внимательно еще раз послушают и сделают правильный выбор. Большое спасибо, что ж. Спасибо. Спасибо. Это был КФУЛАЕР для Института вычислительной математики и информационной технологии. Еще увидимся с вами, друзья. Расставляйте приоритеты правильно. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова